Находить деньги трудно, но возможно. Нужно вести диалог таким образом, что не у тебя крутая идея. Это как прожорливый дракон. Во-первых, нас нигде не ждут. Потому что продать кино – это тоже искусство. Часть полная называется. Хорошо закончен. Я тебя где-то видел. Всем привет, это канал Сирины Продюсера, я Николай Пак. Сегодня мы вновь поговорим о том, где взять деньги на кино в Казахстане. В прошлый раз мы рассказали о прокатной истории, о проблемах национального кинематографа и о государственной поддержке. Для тех, кто еще не посмотрел этот выпуск, ссылка на него будет в описании вот тут. Обязательно посмотрите. Итак, в этот раз наши спикеры постарались ответить на вопрос, как продать фильмы на фестивале, стриминг-платформы и телевидение. Как выяснилось, задача сложная, но вполне решаемая. Мы сотрудничаем с производителями полнометражных фильмов. Мы не вкладываемся в производство. Я говорю про последние несколько лет. Потому что в истории КТК были кейсы, когда КТК снимал полнометражные фильмы. Это Кайрат «Чемпион-девственник номер один». Это два пистолета, если я не ошибаюсь, и фильм «Офицеры». Но там было... Это было совместное производство с россиянами. И это было в очень хорошие жировые времена, когда смотрели все в основном только телевизор, когда рекламный рынок был очень устойчивый. А нужно предлагать то, что уже интегрировано в действующую эфирную сетку телеканала. Вот тут четко нужно понимать, что главная задача любого телевизионного менеджера это чтобы он не уронил рейтинги на своем телеканале. Для этого он составляет сетку, да, из соображений, на что у него хватает денег в плане закупа, и что он хочет там казахстанского показать. Ну, куча всяких разных параметров, да. Но сетка — это всегда продукт умственной работы конкретного телевизионного менеджера. Когда фильм выходит в прокат, ему нужна рекламная поддержка. И каналы часто работают бартером. То есть они позволяют дать рекламное время во время продвижения картинки, к интернурального проката. И получается за это право первой ноти размещения в своем телеканале. Продавать свой фильм на телеканал нужно еще до того, как он... До того, как закончились съемки. Нужно заранее. И до того, как началась прокатная судьба его вообще. Эта схема, она вполне себе действующая. Продюсер приходит и говорит, мы вам отдадим права после того, как закончится прокат в кинотеатрах. У вас будет там первый эксклюзивный показ на телеканале и потом там в течение года, допустим, повторный показ. Но за это вы предоставляете какой-то промо-пакет. Ну, то есть это сюжеты в новостях, это межпрограммные какие-то ролики, которые будут звать зрителя в кинотеатры. Сейчас мы не вкладываем деньги в производство кино. Ну, просто нет таких возможностей, где аудитория телеканала КТК и, в общем-то, вот эти полнометражные фильмы. Но, тем не менее, полнометражные фильмы аудитория КТК смотрит, каким образом мы сотрудничаем с производителями. Чаще всего уже, когда картина готова, киношники приходят к нам, и мы выбираем вот такую форму сотрудничества. Мы оказываем им информационную поддержку, а они передают нам права на первый показ телевизионный, то есть на телевизионную премьеру на определенный период. Все платят по-разному, и все зависит, конечно же, от того, опять-таки, от популярности фильма, от ожидаемости фильма. Вот сейчас, к примеру, да, допустим, за фильм, какая у меня была последняя, правильно, да, вот, куда квартирант, вот, за него прям телеканалы прям дерутся, да. А за, там, допустим, за фестиваль, условно, назовем так, фестивальное авторское кино, конечно же, там, больших денег не платят. Там, 350 тысяч тенге, там, что-то такое, 400-450, вот так вот. Ну, в зависимости от канала, разумеется. Насчет того, чтобы живые деньги платили за фильмы, видите, фильм это что, ну, там, два часа. Это не что для телевидения. Телевидение – это история длинных хронометражей, вот. Телеку, конечно, очень хочется заиметь какую-то премьеру для себя, но это такая больше история имиджевая. Вот у нас там телевизионный показ, там, какого-то фильма, там, модного этого режиссера. И, безусловно, он может стать этот фильм эфирным событием для телеканала. Но платить живые деньги вряд ли кто будет, если существует вот такая бартерная схема, то это более вероятно. Даже коммерчески успешные картины, когда кажется производителям, что их кино и так будут смотреть, оно и так разойдется, потому что это круто. И сейчас я говорю, кстати, о периоде, наверное, еще до-ковидном таком, ну, пред-ковидном, когда было большое количество комедий, ну, достаточно однотипных, там, плюс-минус. И вот на этой волне успеха некоторым производителям казалось, что, ну, а зачем мне? У меня и так получится. И у нас даже был один такой момент, когда в преддверии Нового года нам звонили продюсеры и умоляли, и говорили, ну, пожалуйста, пожалуйста, что-то оказывается у нас не очень хорошо-то все получается, давайте, пожалуйста, вы подключитесь. Ну, он должен потенциально этот фильм быть успешным, то есть, вот, и в кинотеатрах, и на телевидении. Ну, так вот. Ну, то есть, производители популярных казахстанских комедий с удовольствием приходят на телеканал КТК и отдают эксклюзивные телевизионные права, ну, право первого показа и потом повторного показа, в обмен на то, что телеканал является информационным партнером этого фильма, и когда начинается прокатная история, помогает привлечь зрителей в кинотеатры посредством рекламы межпрограммной, сюжетов в новостях. Если мы говорим про зарубежные, какие-то продажи, то, опять же, да, вернее, за счетом, что надо же иметь права, права, что исключительные права для продажи, да. В последнее время стараются люди работать, тоже наши sales-агенты стараются работать, даже не имея вот такой формы договора, права и обладая договором на права, не исключительные, да, но все равно какие-то некоторые телеканалы зарубежные, европейские, те же самые, они соглашаются на эти условия. Я все знаю, наши картины казахстанские, вот две это точно, это «Лето 41-го» и «Время патриотов», потому что сейчас темы актуальны в мире, темы про войну. Они продаются и неплохо, вот есть французские sales-агенты, да, находятся в Казахстане, один из представителей, вот, и они продают и в Европе, и в Китае с продажей, тут в американские продажи организуются. То есть, говорю, просто проще всего заключить договор с sales-агентом, международным sales-агентом, с опытом, даже с не самый большой опытом человеком, и он все организует все эти продажи. Почему? Потому что продавать часто подобные картины удобнее пакетами. То есть, одна картина, она менее интересная и меньше имеет возможностей, чем продажа несколько картин сразу. С телевидением вроде бы все понятно, много не заработаешь, но хотя бы есть шанс получить информационную поддержку. Что же дальше? Как еще можно отбить затраты? Как вариант, можно продать свой фильм на стриминг-платформы. Их сейчас стало много, и они заинтересованы в казахстанском контенте. В чем плюсы и какие минусы такого финансирования? Какие кейсы интересны? Да и вообще с чего начинать? Об этом расскажем прямо сейчас. Сейчас очень много предлагают стриминговые платформы, которые активно развиваются у нас в Казахстане. Российские стриминговые платформы. Уже говорилось, что есть и наши. Как минимум два точно набирают силу. То есть кино как бы не ушло из фокуса, так сказать, досуга человека. Немножко оно просто не связано с походом в кинотеатр. Даже, наверное, выгоднее, когда фильм после проката, потому что он уже получил какой-то маркетинг на прокате, его знают люди, они на онлайн-платформе будут его с большим интересом смотреть. Вот, поэтому здесь как в любой вариант. Мы рассматриваем в первую очередь кинотеатр, потому что это большая кассовая доля. После этого телеканалы не так интересны, если честно, в финансовом плане. Платформы, по большей части. Вот как я говорил, что с Кинопоиском сейчас мы ведем переговоры о продаже пацанские истории туда. То есть вот по этой механике. Ну и плюс еще возможен мировой кинотеатральный прокат. Я говорю о ближних странах. Кыргызстан, Россия, Взбекистане. Я могу сказать за себя, у меня со всеми стримингами, у меня, у моей компании, со всеми стримингами, крупными стримингами российскими и с казахстанскими подписаны постоянно действующие договоры. Вот, сейчас уже в большей степени находят меня, чем я ищу. Вот, первое время, конечно, как бы стучалась во все двери я сама. Вот, то есть в России 20 было, до последнего времени 20 онлайн-платформ. Вот, я могу сказать, что я написала всем. Вот именно так и случился у нас и кейс с Жаном «Ты не поверишь?» продажи Кинопоиску. Когда вот Жаном «Ты не поверишь?» он еще и первый фильм, который был продан на российский онлайн-кинотеатр. В Казахстане активно развивается собственный кинематограф, который активно смотрится наивее. Ну, смотрите, если у вас есть хороший контент, если мы говорим о фильме сейчас, то в первую очередь, конечно, вам выгодно его прокатить по кинотеатрам. Вот. Я не знаю, как у вас, честно говоря, это устроено. У нас есть специальные дистрибьюторы, которые катают фильмы, они профессионально это делают, они расписывают залы, делают маркетинг и прокатывают фильмы. Вот. После того, как фильм прокатился по кинотеатрам, его стоит отдать на онлайн-платформу, потому что он там дособерет. Если фильм классный, он evergreen, то, соответственно, он будет собирать и собирать. Вот. Ну, а телевизор и онлайн-платформа, с нашей точки зрения, друг другу не мешают, а только друг другу поддерживают. Вот. Поэтому плюсы... Здесь, скорее, последовательность действий. Не только у нас, но и в России очень многие боятся выходить одновременно и в кинотеатрах, и на стриминге. Но я могу сказать, что вот мы с Куши Куда вышли. Да, это был неполноценный совместный прокат, но, тем не менее, недели две-три мы были совместно. То есть у нас еще три недели продолжали прокат, и мы недели три были совместно, и это никак не сказалось на наших сборах. Вот. А продать его можно точно так же. Вы создаете какие-то промо-материалы, либо у вас готовый фильм, но к нему желательно все равно какое-то короткое описание в виде презентации или трейлера, вот, чтобы можно было в большом потоке предложений, которые нам сыпятся, быстро сделать выбор. Вот. Поэтому краткий питч в виде трейлера презентации должен присутствовать. Ну, а дальше идет отсмотр и покупка. Но, к сожалению, именно по деньгам я не сориентирую. В первую очередь, конечно, российские стриминги, которые пристально следят за тем, что происходит у нас на рынке. Вот. И, да, готовы платить сейчас уже, в общем-то, довольно хорошие деньги за те фильмы, которые хорошо показывают себя в прокате, либо за проекты, которые, ну, скажем так, да, с потенциалом. Что касается кейса «Пацанские истории», сериал вышел в 2019 году. И в 2022, когда мы запустили производство «Полного метра», на тот момент, через спустя два года после сериала, все еще в поисковике были запросы «Пацанские истории», там, второй сезон «Пацанские истории». И все время в комментариях мы следили за тем, что у зрителя есть интерес к продолжению этого сериала. Мы решили попробовать эту историю сделать, ее переложить на полный метр. И это стрельнуло. Да, этот кейс был для нас очень успешен. В этом году мы запустили по такой же механике сериал «Опак Келлин». То есть не сериал уже полнометражный фильм, а «Опак Келлин» совместно с продакшеном. И я надеюсь, что к концу года мы опять его сможем прокатать в кинотеатрах. Да, по этой же механике можно сейчас делать. 5.32, сериал «Сержант Братан», «Саке», «Бажа». То есть много продуктов, которые сейчас можно реализовывать, отталкиваясь от кейса «Пацанские истории». А вот такой фильм, как «Горный лук», например, условно говоря, стриминг «Платформе НО», сейчас кинопоисный самый такой активный. Ну сколько можно получить? Вот мне сейчас сложно сказать, на самом деле, сколько можно получить за вот такое кино. А какой-то диапазон вообще для казахстанских фильмов? За сколько можно продать стриминг, сервис? Ну, начинают обычно разговоры от 5 тысяч долларов. Это в твердый счет без каких-либо показателей? Вообще просто от 5 тысяч долларов. А там уже начинаются переговоры дальше. Ну и там, разумеется, какого-то лимита нет. На самом деле есть лимит у всех. На платформы тоже они раскидывают. Вертолетом с вертолета деньги не сбрасывают над нашими территориями. У них все упирается в базу, в количество подписчиков. Все зависит от этого. И у них есть такой некий потолок, больше которого они не заплатят. Саму Нетликсу интересен рынок Кореи. То есть именно той части Азии им интересна. В нашу часть, а не на Центральную Азию, они пока скептически относятся, поскольку, опять же, аудитория слишком маленькая. То есть в 19 миллионов там Казахстан, Кыргызстан там 6 миллионов. Плюс Узбекистан, конечно, им тоже более интересен, но Узбекистан не настолько платежеспособен для того, чтобы брать активную подписку на Нетликс. В нашем случае это, конечно же, наш зритель может себе позволить, но, к сожалению, очень малое количество населения. Поэтому Нетликс сейчас пока не сильно активно интересуется нашим контентом. Но я думаю, что это буквально год-два, и уже будут хорошие шаги в эту сторону. Ну и, конечно же, кто никак не сален, должен быть первым на Нетликсе. О телеке поговорили, о стриминге тоже. Что же еще? Один из вариантов отправлять свои фильмы на все возможные и невозможные кинофестивали. Кстати, это, пожалуй, один из самых верных способов заработать, если у вас крутой фильм. Многие фестивали, в случае, если ваша работа победит, выплачивают призовые деньги. Дело за малым – победить. Кроме того, одновременно с фестивалями проходят кинорынки. И этим шансом тоже нужно воспользоваться, так как на этих рынках идет самая настоящая торговля, продажа и покупка фильмов, только что показанных на фестивале. Я занимаюсь фестивальным движением уже очень-очень много лет, но никогда себе не задавал этого вопроса. Сколько можно заработать на фестивальном движении? Я ставил вопрос так, сколько я смогу привлечь денег, чтобы фестиваль провести на хорошем, содержательном и профессионально-художественном уровне? Ну, во-первых, фестивалей очень много в мире. Они разные. Бывают спортивных фильмов фестиваля, бывают фестивали авторского кино, тематические, военных фильмов и прочее. В этом плане центрально-азиатское кино, оно вызывает интерес у отборщиков крупных кинофестивалей. Поэтому регулярно, каждый год на этих фестивалях высвечиваются фильмы из Центральной Азии, в том числе и из Казахстана. Да, есть фестивали, где вот раньше... Сейчас вот мы ездили на Red Sea, мы ничего не выиграли, к сожалению, но они вот такие продолжатели... Я не помню, дубайский, да, было до этого, кажется? Или фестиваль, большой кинофестиваль, где они прям хорошие призы вручали. Я помню, что Эмир рассказывал, что они с Органгармонии участвовали, кажется. А у нас какие-то суммы? Ну, не знаю, там 30 тысяч, 40 тысяч, 10 тысяч евро. Китайские фестивали обычно дают, ну, охотно дают денежные призы. Да, их, в смысле, есть такое количество, да. И с нами вот согласился работать международный sales agent, он как раз занимается фестивальным продвижением, и они живут на то, что они берут с фестивалей, когда проходит фильм, за каждый просмотр, да, они берут какую-то ставку. У них есть стандартная ставка. За каждый физический просмотр участников фестиваля, зрителей. За каждый, как бы, зрительский показ, да. Если тебя приглашают в фестиваль, приглашают в фестиваль, ты не сам подаешь, допустим, у тебя уже есть имя, тебя приглашают в какой-то фестиваль, то да, ты за это можешь обозначить сумму. Ну, и даже если... Я хочу, да. Там тысяча евро, условно говоря. Один показ, там тысяча евро. Мы сделали в рамках эксперимента два короткометражных фильма. Это именно такие авторские короткометражные фильмы. Режиссеры тоже, ребята, дебютанты были. Мы сейчас эти... Помимо всех наших проектов, сериалов, которые мы постоянно отправляем заявки на различные фестивали, эти два проекта мы более активно прокатываем по фестивалям. Но пока, к сожалению, есть номинации, но нет побед. На фестивале едут только артхаусные картины, они получают призы. Коммерческие картины едут на кинорынке. По идее... Вот еще этот как бы сегмент мы не заполнили. То есть, по идее, там, не знаю, Келинки, Сабины, значит, эти бизнесы по-казахски, любые, там, брат или брак, вот любые успешные коммерческие картины, они должны продаваться на кинорынке. Вот тут те же Канны, да? Что там идет? Там идет красная дорожка, фестивальные показы и так далее. А параллельно идет один из самых мощных, больших кинорынков мира. На фестивальном кино заработать можно в одном случае, если ты, когда снимаешь фильм, ты сразу закладываешь эту стратегию. То есть, вы собираетесь группой, либо одним продюсерской группой, и говорите, да, мы снимаем, мы хотим пойти в Канны, условно говоря. Все, мы хотим пойти в Канны, мы хотим пойти в основную программу Канн, мы снимаем так, чтобы Канны взяли. Ну, я понимаю, что сейчас это звучит немножечко, скажем так, ну, в отрыве от творчества, но поверьте, это действительно реально просчитывается в отрыве от творчества. Творчество уже идет потом. Вот. Мы снимаем, значит, для Канны, мы идем в Канны, мы показываем тем, 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 вот, и в том, в том, надеемся, что мы найдем там продаж, дистрибьюторскую компанию, либо селс-агента, который потом выведет нас на уже, на какие-то продажи. Просто у нас в Казахстане вот это, как бы, это институция дистрибьюторов кино, то есть у нас есть прокатчики, в смысле у нас кинотеатры, а еще есть дистрибьюторы. У нас вот этот, как бы, класс дистрибьюторов, сейлсов и байерсов, то есть продавцов, еще просто не разработан как таковы. Поэтому я думаю, что нашим коммерческим режиссерам, ну и продюсерам очень сложно продавать, потому что у них еще этого опыта нет. Как раз это зависит от того, где была премьера вашего фильма впервые. Поэтому если у вас премьера где-нибудь была в каком-нибудь, там, не знаю, в маленьком фестивале, в Мьянме, то никто не знает о нем. А если у вас была премьера где-нибудь в Каннах, то, конечно, у вас потом еще вы найдете, может быть, и дистрибьюцию даже в европейских странах, и все фестивали охотно принимают. Поэтому как раз важна первая премьера. Ну, на сегодняшний день у Салема 13 международных побед, и из этих 13 Салем конкретно финансово ничего не получил, но у нас ребята, авторы, получили за одним проектом тысячу долларов вроде как. Вот. Все, что на сегодняшний день я могу сказать по опыту там Салем в сошел медиа. Есть кейсы, да, конечно, где там ребята получают гран-при, более выгодные там суммы, но, к сожалению, у Салема пока этого нет. Но здесь есть вторая сторона. То есть, если у вас, чем больше участвует ваш сериал или эфили на фестивалях, тем самым вы больше поднимаете пиар этого продукта и спрос. То есть, в дальнейшем его могут видеть какая-то там международная платформа и заинтересоваться этим контентом и купить его. В основном это кинорынки, где выставляются там, каждый ставит свои там сейл, точки и продают контент. Дело даже не в количестве призовых. Но мы с самого первого фестиваля установили, что в том числе и материальная поддержка, она немаловажная. Она может показаться символической. Но гран-при и тысячи долларов – это нормально для молодого еще студента. учитывая, что стипендии его и гран-при, который он получил, это, может быть, годовая или полуторагодовая его стипендия. Самое главное, самое главное, даже не в материальной поддержке, самое главное о том, что он был замечен и о том, чтобы фестиваль ему позволял расширять его горизонты профессиональные, смотреть хорошее кино. Нужно тут, понимаете, иметь такой несколько здравый, трезво мыслящий взгляд на фильм. Какое-то такое. Понятное дело, что режиссер, он всегда о своем детище, он достоин всех наград. Оскара. И ни одного даже. Но рядышком с режиссером всегда должен быть какой-то такой трезво мыслящий человек, который посмотрит и скажет, ну какой Оскар? Давайте начнем. Давайте не будем ни себе нервы мотать, ни время не терять, ни деньги тратить, потому что Канны, Венеция и все остальное это не забесплатно. А сразу посмотрим, что да, у нас такое кино, и поэтому сразу начнем с Варшавы. То есть Варшава, Таллинн, это второй дивизион, что называется. А может быть, даже вообще сразу пойдем на третий. Но только там мы будем намного более успешнее, чем, к примеру, мы будем как это просто ломиться, стучаться в закрытую дверь фестиваля, фестивалей класса А. Ну, допустим, мы его конвертируем в продажи, потому что рядышком с фестивалями, как правило, сейчас все больше и больше проходят еще и кинорынки. Маленькие, небольшие, там, совсем локальные, но тем не менее. Всегда на фестивалях агенты трутся, что называется, да, всегда как бы ловят какой-то новый фильм. Фестиваль Бастау отдал путевку в жизнь и узнавание многим режиссерам, которые сегодня составляют, ну, так скажем, радость, гордость и нашего национального кинематографа. Вот пример фильма Елизата Искандера. Он тоже ученик нашей мастерской. Он снял короткометражную картину по мотивам повести Оралхана Букеева Алиара. Снял ее практически, ну, так скажем, с помощью друзей. И потом Пусанский фестиваль, который заинтересовался, он вышел на нас и сказал, нужно делать 20-ти минутную версию. И это фестиваль колосса. И Алиара получает гран-при по разряду короткометражного кино. Это успех, это огромный успех. Вот, если вы себе поставили такую цель, наметили свою стратегию, что да, мы идем на фестиваль с тем, чтобы там найти в том числе не только за победами, но еще за каким-то коммерческим успехом, то с вероятностью там 99% у вас получится. Именно это проект Гойный Лук. Мы параллельно, я подал в лабораторию сценарную, центральная азиатская сценарная лаборатория от ЮНЕСКО организовывалась, и параллельно мы подали в Венале Синема Колледж. Это программа при Венецианском фестивале, которая дает деньги, поддерживает фильмы, первые и вторые дебютные фильмы режиссеров. Вот, и прошли мы 12 человек, которых отобрали на первый воркшоп, прошли первый воркшоп, был питчинг в конце проекта, там была куча менторов, которые помогли нам довести проект до уже сформированного. И в итоге мы потом написали через месяц сценарий, послали им, и через месяц они еще ответили, что вот вы прошли четыре финалиста, которые получат 150 тысяч евро, и вы должны снять фильм, у вас премьера в сентябре уже, поэтому давайте быстро снимайте. В этом году на этом фестивале, я надеюсь, он состоится, мы объявляем конкурс и на этой пресс-конференции заявим, что у нас есть гранты финансовые гранты на снятие одного короткометражного игрового фильма и на съемки одного документального фильма. Мы планируем проводить этот фестиваль в октябре. Что касается крупных фестивалей класса А, то я считаю, что конечно каждый новый руководитель этих фестивалей решает что-то там внести какие-то свои корректировки в стратегию фестиваля, но я считаю, что фестивали должны в первую очередь выбирать фильмы по их наверное привнесению в кинематограф чего-то нового. но опять-таки если вы прям это изначально себе поставили так сказать в план творчество лежит в основе кино без кино кино это не бизнес как бы там не было кино это в первую очередь идея это в первую очередь искусство потому что продать кино это тоже искусство в общем подведем итоги деньги на создание фильма можно получить как от государства так и от частных инвесторов заработать на кино можно прокате на телеканалах стриминговых платформах через призовые на фестивалях и продажа на кинорынках как минимум у вас есть пять вариантов главное ничего не бояться и начинать действовать а вот в следующий раз мы поговорим о том как можно заработать на сериалах выпуск уже готовится а пока подписывайтесь на канал чтобы быть гуще событий и не забывайте ставить лайки пока